В этом занятии мы с вами познакомимся с семейством SOP, и занятие будет состоять из двух частей. На первом занятии мы с вами познакомимся с семейством SOP как таковым, посмотрим, какие есть ноды, какие у них есть специальные возможности, суперспособности, как мы их называем, и посмотрим, как с ними удобно работать и так далее. Во втором занятии мы с вами поговорим про real-time render, потому что, как мы говорили с вами до этого, SOP у нас отвечает за создание 3D сцен в Touch Designer, и создание 3D сцен само по себе не имеет особого смысла без рендера. В рендере участвуют не только SOP, но и топы, и компоненты участвуют, то есть это такой микс из разных семейств нод, мы с вами это рассмотрим тоже, но это на следующем занятии. А пока давайте познакомимся с семейством SOP поближе. Начнем с того, что перейдем на вкладку SOP и выберем Box. Видите, как я вам говорил, помните, у нас здесь есть темно-синие ноды и есть светло-синие ноды. Вот темно-синие это генераторы, да, то есть это что-то, что создает геометрию. Светло-синие ноды это модификаторы, это то, что эту геометрию может как-то изменять. Давайте примедем простой пример. Например, давайте создадим генератор Box. Что делает Box? Он создает трехмерный куб. И давайте этот Box как-то модифицируем. Для этого создадим модификатор какой-нибудь, ну, самый простой это Transform, да, он умеет делать операции базовые, такие как переместить влево, вправо, вверх, вниз, повращать по трем осям, да, увеличить масштаб и так далее. Так вот, если я подключу наш Box в Transform, то теперь я смогу каким-то образом с ним взаимодействовать. И здесь, смотрите, я вам хочу показать одну вещь, в TouchDesigner очень удобную. Не всегда, вот видите, здесь нету слайдера, да, вот как мы, например, брали с вами, где у нас была, был пример с ноды Level, да. Давайте сейчас быстро его... А, вот она, наш нод Level, был Circle, заведен в Level, и Level у нас, помните, менял яркость, да. И вот здесь, видите, удобно сделано, здесь есть слайдер, то есть мы можем его взять и подергать до того момента, пока нам яркость покажется оптимальной, например, да. Вот здесь, вот в Transform'е такого нету. И если мы хотим повращать наш куб на какой-то... просто на глаз, да, то нам будет сложно. Например, мы должны вбить 30 градусов. Нет, чуть-чуть еще. 35. Нет, еще чуть-чуть. Давайте 37. И так далее, понимаете, да, это неудобно. И для этого у TouchDesigner есть специальная такая удобная штука, которая называется Value Ladder, то есть лестница значений. Как она работает? Если у вас есть мышка, вы можете нажать на среднюю кнопку, на колесико, и у вас появится вот такой вот выбор. Если у вас нет мышки, то вы можете, или у мышки нет средней кнопки, вы можете нажать на левую кнопку мыши и подержать ее. И у вас опять же появится вот такое вот окно выбора. Это окно позволяет вам, если вы держите левую кнопку мыши или среднюю кнопку мыши, Выбираете значение, на которое вы хотите убавлять или прибавлять ваше значение текущее То есть вот если я сейчас задерживаюсь на точке 1 и начинаю двигать влево-вправо То у меня значение, видите, вращение начинает очень-очень плавно меняться Если я хочу пойти более радикальными шагами, я опять же зажимаю левую кнопку мыши Выбираю вот десятку, чтобы у меня заодно прокручивание влево-вправо сразу менялось по 10 градусов И тогда у меня, видите, начинает модель крутиться быстро Это очень удобно, потому что если вы не знаете, какое точное значение вы параметры хотите ввести А хотите это просто понять на глаз, то вот это очень удобно Так вот, нода Transform, что она нам позволяет делать? Она нам позволяет совершать какие-то базовые операции Переместить, повращать и так далее Вот таким вот образом мы работаем с 3D-объектами в TouchDesign За это полностью отвечает семейство SOP Ну и давайте теперь рассмотрим, какие у него, у этого семейства есть спецспособности А спецспособности есть следующие Если вы нажмете в любой ноде геометрической, в любой SOP-ноде на плюс То вы попадете в трехмерный мир Вы сможете с этой нодой полетать вокруг нее как виртуальной камерой То есть смотрите, если я зажимаю левую кнопку мыши, я могу вращать свою 3D-сцену Если я зажму среднюю кнопку мыши, начну двигать влево-вправо, то я смогу делать зум Если я зажму правую кнопку мыши, то я могу перемещаться вверх-вниз, влево-вправо по сцене Довольно часто у вас может случиться ситуация, когда вы можете отзумиться куда-то очень сильно Или куда-то очень сильно улететь, например, у вас покажется что-то типа такого, как я сейчас вижу Как с этим бороться? Можно просто, опять же, нажать кнопку H, как вы помните на первом занятии при работе с Network Editor мы рассказывали Нажать кнопку H, и вы попадете в нулевую точку координат То есть, если вы, опять же, улетели слишком далеко, ничего не видите, модели свои не видите Можете нажать на кнопку H и вернуться в домашнюю позицию Еще при работе с геометрией, если у вас есть много геометрии в сцене То есть, вот у нас сейчас один куб, и, в принципе, нам более-менее удобно с ним работать Но если у нас появляется большое количество трехмерных объектов, и они друг от друга отнесены на расстояние Нам, возможно, уже не очень удобно становится работать в таком вот маленьком окошке И для этого есть помощник в Touch Designer Смотрите, если мы в правом верхнем углу программы вот здесь вот нажмем на такую стрелочку То у нас появится выпадающий список того, что мы можем сделать с интерфейсом И мы можем выбрать вот Split Left Right, да, то есть разделить его на две панели, левую и правую И у нас таким образом с вами интерфейс просто продублировался полностью, да, то есть мы видим два одинаковых Network Editor Это тоже может быть удобно видеть два одинаковых Network Editor, да, когда вы работаете на разных уровнях вложенности в программе Но с этим мы будем сталкиваться позднее Что я вам хочу показать сейчас, что помимо того, что в двух окнах у нас может быть Network Editor У нас во втором окне может быть, вот если мы здесь нажмем на вот эту вот стрелочку выпадающую, да То у нас появятся разные варианты того, что мы можем видеть в этом окне По дефолту вот стоит Network Editor, да, то есть то, с чем мы всегда с вами работали Но здесь есть разные варианты, и нас с вами интересует на данный момент вариант Geometry Viewer Если мы открываем, то мы видим полностью весь 3D-контекст нашего сетапа, да, то есть нашей программы Все объекты, которые у нас вообще присутствуют в 3D-сцене, у нас здесь видны У вас, наверное, сразу же может возникнуть вопрос Почему я сказал, что все объекты, которые присутствуют в 3D-сцене у нас видны Но при этом у нас с вами присутствует бокс, и его не видно Хороший вопрос Потому что у любой 3D-модели есть два очень важных флага Флаг Display и флаг Render Да, что они значат? Дисплей отображаться в 3D-сцене Да, то есть, смотрите, если я у этого трансформа сейчас включу флаг Display Вот он в моей 3D-сцене появился При этом, если я у предыдущей ноды, бокс, включу флаг Display Он тоже появился в 3D-сцене То есть, видите, да, я вижу одновременно и мой первоначальный бокс Когда он был просто стоял в нуле И просто был стандартного размера, стандартного rotation и так далее И вот тут же я вижу этот бокс, который уже мы с ним как-то повзаимодействовали Мы его подвинули И мы его поворачали А второй флаг Render Мы с ним познакомимся уже на следующем занятии, когда будем именно рассказывать про рендер Но, забегая вперед, скажу, что он позволяет отображаться в вашей геометрии и участвовать в рендере То есть, превращаться в 2D-картинку Но об этом, опять же, повторюсь, поговорим на следующем занятии Так вот, навигация по вот этому Geometry Viewer, который у нас открылся Осуществляется точно так же, как вот в окне взаимодействия с нодой Вот если мы через плюсик делаем Здесь работают все те же самые кнопки То есть, левая кнопка мыши позволяет вам вращать камеру вокруг сцены Вокруг выбранной точки Правая кнопка мыши позволяет вам перемещаться влево, вправо, вверх, вниз Средняя кнопка мыши позволяет вам делать зум И, опять же, если вы в какой-то момент попали куда-то и не можете понять, где вы находитесь Нажимаете кнопку Edge И попадаете в домашнюю позицию Как бы камера, позиция камеры обнуляется Ну вот и все, что нужно знать для начала работы с семейством SOP и с 3D-графикой в Touch Designer На следующем уроке мы с вами разберем, как осуществлять рендер нашей 3D-сцены Из чего он состоит И в чем особенности real-time рендера против не-real-time рендера